Дорогие наши маленькие, взрослые и старенькие друзья, перед нами книга «Познавай Библию». Она рассчитана на 365 дней. Каждый день вы будете узнавать необыкновенную историю, которую Бог через слуг своих записал на страницах Библии. Божьих вам благословений! Божье обещание Аврааму Богу понравилось, как поступил Авраам. Он сказал ему, «За то, что ты доверяешь мне, я дам тебе гораздо больше. Подними глаза твои, посмотри к северу, к югу, к востоку и западу. Всю землю, которую ты видишь, я дам тебе и твоему потомству навеки. Потомство твое будет таким многочисленным, как песок земной. Встань и пройди по всей этой земле и обойди ее вдоль и поперек». Это была очень радостная весть для Авраама. И Авраам встал и пошел в Хеврон и раскинул свои шатры у Дубравы Мамре. Там он построил жертвенник Господу. Авраам ждал много лет, но обещанного сына так и не было. Он был очень печален. Бог видел это и решил успокоить его. Он вновь явился Аврааму и сказал ему, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет великой». Он показал ему звездное небо и сказал, «Я сдержу свое обещание. Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь это сделать. Столько будет у тебя потомков, никто не сможет их сосчитать». Хотя Авраам не понимал, как это произойдет, слова Бога его ободрили. Он верил, что для Господа нет ничего невозможного. За что Бог решил наградить Авраама? Почему Авраам был печален? Какую награду Бог приготовил Аврааму? «Ах, я не буду. Я не хочу сказать, что он не хочет Megal. royalty за родной шутбетры плавал, Угу, не ваше собственный cameор – Круто не поможет ли мне. кема 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 кема. Он не останавливался кем. Субтитры создавал DimaTorzok